Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Pet Simulator 99. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем мобильный чит от Huderogen. Скачивать его естественно нужно через эмулятор андроида, либо на телефон. Видео о том, как его скачать, как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Также, кстати, кто заметил, на сайте появилась новогодняя гирлянда. Проводя по ней мышкой, будут издаваться звуки от шариков. В принципе, довольно прикольно. Также, еще скоро на сайте появится на заднем фоне снег, то есть будет еще красивее. Так, давайте перейдем к сути ролика. В поиске пишем... Так, это не то. Опять симулятор 99. Ну-ка, давайте вот так проверим, сработает, нет? Поиск. Может быть сработает. Нет, так не работает, к сожалению. Окей, тогда полностью пишем. Так, и смотрите. На данный режим есть два скрипта. Сегодня буду показывать вторую подсчету, который многофункциональный. А в следующем видео покажу, как работает вот этот вот скрипт. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в игру. Но я уже зашел. Чит у меня уже тоже открыт. Так, вот здесь вот проводим. Вот он появляется. Дальше нажимаем вот на эту стрелочку. Потом на кнопку Execute Clipboard. И сворачиваем чит. Все, ждем пока загрузится сам скрипт. Надеюсь, в этот раз он у меня будет нормально работать. Короче, я не знаю, что за фигня. Но почему-то, когда я играю со скриптом, да вообще в целом, короче, игрушка, вот под симулятор режим, у меня как-то он странно работает. С ошибками всякими. И у меня тут некоторые функции могут не работать. Но у вас, по идее, должно все работать. Давайте начнем с автофарма. Все, включаем его. Так, автофарм пошел. Стоп, стоп, стоп. Я забыл включить автоколлект. Включаем сначала автоколлект коин. И потом лутбэк. А теперь включаем автофарм. Так, все, он вроде пошел. Только вот непонятно, монеты прибавляются. Нет? Скорее всего, нет. Так. Значит. А, нет, прибавляются монеты. Просто очень мало. Особо незаметно. Ну, отлично. Как видите, автофарм работает. Дальше вы можете посмотреть радиус автофарма. Вот он красным пометился. Также эту дистанцию можно увеличить. То есть, можно ее сделать намного больше. Как видите, эта функция тоже работает. Довольно прикольная функция. Удобно для фарма. Так, давайте пока это все выключим. Идем дальше. Следующая функция, это поиск шайни реликвий. Мы включаем его. Так. Все включили. Отлично. И, короче, смотрите, мне сразу это поехали на реликвию. Так, надо чипс вернуть. То есть, скрипт. Так. Теперь нажимаем на эту реликвию. И, как видите, мы ее собрали. Дальше здесь тоже нажимаем. Все. Как видите, довольно быстро они собираются. Так, почему-то здесь одна в воздухе заспавнивалась. Как-то странно. Ну, ладно. Если вот такая фигня происходит, то, скорее всего, нужно перезайти. Либо у меня просто карта не прогрузилась до конца. А также смотрите, в чем прикол. Если у вас вдруг закрыта локация, на которой находится вот эта вот шайни реликвия, то собрать вы ее не сможете. То есть, эти реликвии собираются только в том случае, если у вас открыта эта локация, где она находится. То есть, как-то так. Конечно, у меня прям сильно лагает. Я не знаю, почему. С чем это связано. Ну, ладно. Раньше такого не было просто. Так, у меня мышка пропала куда-то. Алло, ты где? Ничего не понимаю. Мышку-то мне дайте. О, все, появилось. Наконец-то. Так, дальше автооткрытие яйца. Давайте, в принципе, тоже проверим. Вот у меня тут какое-то яйцо выбрано. Включаем автоопен. Так, и... Как видите, работает. И с дальнего расстояния тоже работает. Ну, единственное, что вам придется самим нажимать на экран. То есть, типа, полного автооткрытия, как я понимаю, нет. То есть, яйцо покупается, но чтобы вам его открыть, нужно покликать несколько раз на экран. Не очень удобно. Так, идем дальше. Награды. Ну, награды у меня уже собрались. Я думаю, многие заметили в начале ролика. Потому что они сразу включаются, эти функции. Так, идем дальше. Это у нас автообби. Значит, здесь выбираем обби, которые хотите пройти. И смотрите, здесь нужно выбирать именно то обби, которое у вас открыто и которое вам доступно. Если у вас недоступны обби, то вы его пройти не сможете. То есть, тупо не получится. Давайте выберу... Смотрите, main field, короче. Не работает на автопрохождение. Остальные не проверял. Так. Мне получается, вот, спавн обби. Это вот самое первое обби нужно. Оно здесь у меня уже выбрано. Нажимаем Enter обби. У нас TP хейт. Дальше смотрите, что нужно сделать. Дальше немножко нужно вперед пробежаться. И финиш обби нажимаем. Оп. Все. Отлично. Видите, я прошел обби. Но почему-то наград мне не дали. Никаких. Очень странно. Скорее всего, какая-то защита стоит. Возможно. Так, идем дальше. Посмотрим, какие там функции остались. Так. Здесь у нас получается скорость. Ноу клип. Ну, в принципе, не особо интересно. Хотя, вот здесь вот прибавляете скорость. Допустим, 144. Включаете эту функцию. И, как видите, бежите очень быстро по локации. Ноу клип, я думаю, все знают, как работает. Вы можете проходить через стены. Как-то так. Дальше телепорт. Тут, получается, выбираете локацию, которая вам, допустим, доступна. Давайте вот пятую локацию выберу. Нажимаем телепорт. И, как видите, он тоже работает. Отлично. И последняя функция, что здесь находится. Это перезайти на сервер. И сервер хоп. В принципе, одни и те же функции. Грубо говоря, вы будете перезаходить на другие серверы. Там, допустим, для поиска торговца. Как вариант. Как-то так, короче. Все, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи и пока.